Всем привет! Друзья, сегодня мы снова поговорим про микросервисы, но сегодня уже будет у нас немножечко другая тема. Сегодняшнее видео это видеопрезентация. Я собираюсь снять новую серию про вот этот вот шаблон номер 2. Он уже построен на базе архитектуры .NET Core 3.0. Как вы знаете, она недавно совершенно появилась, вышла и увидела свет. В .NET 3.0 появились новые платформы, такие как DAPEF, WinForm, ну и собственно говоря, IoT и другие. В общем, изменения были очень большие и, собственно говоря, грандиозные относительно того, что было с версии 1.0 на версию 2.2. У меня вообще сложилось впечатление, что 2.2 было... 2.0 и 2.2 они были выполнены так, как бы... Ну то есть, чтобы люди не забывали про 1.0, вот придумали версию 2.0 и соответственно 2.2. Может быть, какие-то там тестовые отработки делал Microsoft, но теперь вышла 3.0, более мощная система. Версия 3.1 не за горами, она тоже появится скоро, но уже больших изменений не будет. И в общем, шаблон предыдущий был сделан на версии 2.2 и теперь пришло время изменить, обновить. На версии 3.0 я это сделал и теперь хочу предоставить информацию по тому, как им пользоваться. Предыдущая версия видео, мы говорили про... были слайды, так скажем, про определение, основы построения, цели, назначения, характерные свойства. Ну, в общем, мы поговорили много о чем и, в общем, если вам это интересно, я... Ничего не изменилось в прошедшем времени, за исключением некоторых мелочей. И, в общем, если вам это интересно, посмотрите мою предыдущую версию. Я его назвал вот микросервисы, этот плейлист, и там первые два точно как раз вот про то, что я сказал. В новой версии что будет? В новой версии будет новая версия шаблона. Если честь, что предыдущая была сделана последовательно, то есть сначала появился идентити сервера, а потом после него появился дополнительный сервис без идентити сервера, то связки между ними не было предусмотрено, я имею в виду на программном уровне. Вот. Новый шаблон подразумевает новую связку. Она будет создаваться автоматически. Я покажу, как это все делается. В общем-то, суть вот в чем. Я этим видео хочу анонсировать новую серию видеороликов про новый шаблон. Будет обязательно демонстрация. Хочу сначала, в самом начале, показать, как это легко и просто делается микросервис, и как они добавляются друг к дружку, и работают, и связываются. В общем, также хочу показать, как установить шаблон, чтобы можно было стряпать, так сказать, эти микросервисы без остановки. Ну и, в общем, будет большое-большое видео, которое, ну, или несколько видео, которые будут описывать возможности, как использовать там, по подробным описаниям методов, что они делают, как. Ну и, в общем, я планирую сделать что-то вики, какой-то педи, да, я не знаю, там, в гитлабе, в гитхабе, может быть, на своем сайте, в блоге. Ну и, так как это видео-анонс, я вас прошу, очень прошу поставить лайк. Я буду на основании лайков видеть, что это интересно, и, собственно говоря, количество лайков подскажет, насколько быстро мне это делать. То есть, пожалуйста, поставьте лайк, я буду максимально быстро стараться описывать новый шаблон, его возможности. Ну и еще, то есть, шаблон у нас назывался очень долго и быстро, шаблон микросервиса на базе SP.NET Core 2.2 для быстрого обозрения микросервисов. В общем, это было длинно, с этого момента считаем, что это была версия 0.9.0, и вот этот фреймворк, который уже, можно сказать, полноценным, теперь будет носить имя Nimble, и будет иметь версию 1.0, собственно говоря, 0. В общем, пожалуйста, ставьте лайки, мне это очень важно, чтобы увидеть, насколько это интересно. И увидимся в следующих видео. Всего доброго и спасибо за внимание.